Наконец-таки! Этот железный конь готов! Просто вот можно тебе пожать руку? Не, ну в целом, тачка кайф, как я и думал. Мы находимся сейчас в гараже с мифическими существами. Ты нажимаешь на ТВ, и у тебя реально играет... Если вы хотите, чтобы Ангелина пришла в дрифт, я ее обучу. У меня в эфире 140-й. Где ты его взяла? Давай, родная, давай! BMW или Mercedes? Ребята, я приветствую вас на своем канале, и я в таком праздничном лунке с такими подкрадулями, потому что у меня настоящий праздник. Наконец-таки! Этот железный конь готов! Это его финальный вид. Что вы увидите в этом видео? Автомастодонтов 90-х годов. А также сможете ответить на вопрос, почему мы так любим ностальгировать по 90-м и атрибутам этой эпохи. Мой первый парный дрифт на боевой BMW. И механику розыгрыша 1 ноября, а это будет очень эпично. И финалочка. Реакция Димы Гордея и Вадима из синдиката на финальный вид этого железного коня. Ну что, погнали? Киндер, вы, конечно, знаете, что такая Е38, как у меня, является настоящим краснокнижником. Но даже ее можно найти на дроме. Ведь на дроме самый большой выбор машин, а самое приятное то, что с дромом не зафакапишься. Как минимум, благодаря честным и актуальным объявлениям и отчетах о полной истории авто. Поэтому я советую качать дром и искать тачку по душе. А вам, мужчинам, что смотрят это видео, признайтесь вот честно. Вы же сразу понимали, куда меня заведет нелегкая, когда я покупала эту машину в Минске. Все дружно в этот момент просто сделали вот так. Но на самом деле мне реально интересно. Зрители, которые посмотрели этот сиквел от начала и до конца, вы ожидали такого результата? И это мастерская синдиката Вадим. Всем привет. Итак, мы записываем реакцию Димы на Е38. Привет, братва. Так, ну что, BMW 7. Если честно, я летал в Китай в 17-м году, увидел там эту машину в идеальном состоянии, на пневме. Мне она понравилась, и я себе захотел такую тоже. На самом деле я эту машину сейчас успел рассмотреть, пока подготовка к съемкам была там и так далее. И я на самом деле вообще в шоке. Так как я сам восстанавливаю старую BMW, у меня их 4 штуки. Я понимаю, насколько здесь все заморочено. Насколько Ангелина заморочилась. Каждая деталька, каждый молдинг выведен и сделан просто в идеал. Я смотрел фотографии, я думал, ну, типичная нализанная 38. Нифига не так. Сделано все максимально качественно. Каждый молдинг вылизан. Ну, как понимаю, свеже покрашено. Выглядит хорошо. В таких машинах самое главное это мелочи. То есть все вот эти молдинги. То есть как все сделано. Выглядит хорошо вообще. Очень сильно удивило, что все кнопочки, включая на задние двери, приборная панель, магнитола. Все абсолютно новое. То есть это можно увидеть, потому что вот на этих машинах очень часто вот эти вот кнопки уничтожаются просто от нажатий. То есть вот этой текстуры, да, нету. Ну, блин, даже можно подумать, что это оригинал. Что оригинал? Ну, в смысле, что она не восстановлена. Так что оригинал, все оригинал. Дальше. На приборке вот здесь вот пиксели выгорают. Это найти приборку вот в таком состоянии практически нереально. Найти магнитолу также, чтобы здесь не было выбитых пикселей тоже практически нереально. Даже вот эти вот крутилочки. Вот эти крутилочки. Они просто новые. Блин, прикольно. Смотри все детали на кнопочке. Ну, видно, что восстановлен пластик. Ну, кожа покрыт. Ну, тут это не пластик, это кожа. Ну, не пластик, а, ну, само покрытие тресно-то, наверное. Некоторые детали мы оставили ее равными. Подсветка работает. Слушай, прикольно. Просто вот можно тебе пожать руку. Это просто охуенно. Ангелин, что ты там делаешь? Мы же на съемку опаздываем. Таня, подожди. Я прохожу субеседование в Альфа-банк. В смысле, ты что, на новую работу устраиваешься? Да, и меня уже приняли. И дали первое задание. А как же съемка? Ребята же ждут. Таня, ну, подожди, не мешай. Ты не видишь, я работаю. Все, у меня конференция. Тихо. Так, может, объяснишь, что происходит? Ну, как же, ты не видишь? Я примеряю на себя новую работу в Альфа-симуляции. Дай-ка телефон. Ого, прикольно. Я тоже хочу попробовать. Что мне нужно сделать? Сейчас расскажу. Киндеры. Не так давно Альфа-банк создал Альфа-симуляцию. С помощью нее вы можете сделать тест-драйв компании и даже получить классные призы. Вам предстоит пройти все основные этапы знакомства с компанией. Собеседование, выход на работу, обучение, представление команде, мозговой штурм, консультация клиента и другие. Все зависит от первоначального выбранного пути. На каждом шагу придется принимать, пусть не судьбоносные, но важные решения. От них зависит ваш карьерный путь в компании. Альфа-симуляция позволяет убедиться самостоятельно, что Альфа-банк очень крутой работодатель. Например, я ощутила на себе все преимущества. Сильную корпоративную культуру, инновационный подход к задачам, дружную команду, современное рабочее пространство, возможности карьерного роста в Альфа-банке. Короче говоря, работа в Альфа-банке – это возможность расти вместе с независимым банком номер один в сообществе умных и свободных людей. Кстати, сейчас на HeadHunter проходит голосование за самых классных работодателей России, и Альфа-банк тоже в нем участвует. Поэтому опробуйте Альфа-симуляцию, убедитесь в том, что Альфа-банк – замечательный работодатель, отдайте голос за него и участвуйте в розыгрыше призов. Вперед! Если что, мы Вадима не заплатили. Эстетический оргазм, я это вот так вот называю, просто очень круто. Хочешь, я тебе покажу индикатор того, что тачка реально сделана с умом? Так. А, да-да-да-да-да-да-да-да. Тут же такая система сложная. Я уже, я хотел это... Подожди. Да ладно. Она сама, прикинь, сама. Я первый раз вижу это на 38, честно говоря. Живой в смысле? Чтобы оно работало. Два раза надо нажимать. Саша сама. На самом деле, индикатор не в этом. Я считаю, что индикатор живого янгтаймера от BMW конкретно. Это вот это. Сбудь проверочка, мне страшно, что там. Это вот это. Если этот набор пустой, значит машина либо недоделана, либо ведро. Если этот набор полный, значит машина готова. И это, скорее всего, идеальный экземпляр. А, там все заполнили? Что, на скит, а? Кайф. Вообще бывает. Вот так нету практически нигде. Единственное, что я тебе посоветую, взять вот этот вот крюк и вот этот вот. Их нужно отдать на гальванику, на белую. У нас в Москве есть, кто этим занимается, чтобы они были вот такими блестящими. Это делается несложно. Если хочешь, я могу забрать, тебе сделать. Давайте отдадим и Вадиму, чтобы здесь была какая-то частичка души твоя. Давай, я тебе сделаю белую гальванику. Я себе сейчас такой набор на тридцатку заказал с Америки. Мне едет через Израиль, там, короче, очень сложные махинации. По-моему, что-то в районе 45 тысяч рублей. Да. Это очень дорого. Все, что здесь сделано, я вижу, что поменены даже наклейки. Я тоже себе такие заказал. Это очень дорого. Все вот это, что я вижу, здесь очень дорого. Ты говоришь про мелочи, да? Ну да. Посмотри. Это оригинальное бомешное стекло, да? Кайф. Да ну, Настя, просто. Где ты его взяла? Откуда? Не знаю, Аладдин принес на своем камре. Не, но оно, наверное, БУ и его просто запах. Нет, это новое. Это новое стекло, которое привезли и которое встало. Дай бог, они его не сломали. Офигеть. Не, подожди. Я вижу боковые полированные, потому что вот тут есть небольшая царапинка. Да, да. Ее, которые невозможные, не полированные. Я думал, что и переднее полирую. Офигеть. Ну вот эти можно было бы заменить. Это мы специально оставили, когда неуважение той машине, которую мы купили. То есть ее можно было поменять, но я захотела оставить. Хорошо, я умею. Просто офигеть, как это дорого. Это не деньгами дорого, это дорого усилиями. Я просто понимаю, чего это стоит. Вот такую машину просто прийти и купить невозможно. Это нереально физически. Потому что в эту машину люди вкладывают свою душу. Чтобы машина вот в таком состоянии существовала, нужно, блин, дюшу дьяволу продать. Я это знаю по себе, потому что у меня есть тоже такой же автомобиль. Но не такой же, тоже BMW, тоже старый. Это просто шок. Это очень круто. Большой респект тебе и тем людям, которые тебе помогали с вот этим. Это очень круто. Что, давайте прокатимся. По актронике работают? Конечно. А почему они даже не работают? Офиган, да как плавно, прикольно. Федоки-то есть, нормально? Конечно. Она ощущается очень тяжелой. Очень тяжелой. Прям вот как будто она весит тонн 5. Руль какой тяжелый. Я просто фанат Мерседеса. И у Мерседеса руль всегда типа такой. Прям ты его пальчиком можешь крутить. Гидро-слюзи, потому что прям. Я ездил на Роллс-Ройсе. Много на чем ездил. На Ламбе, на Феррари. Но вот на ней мне страшно ехать. Потому что Феррари ты разбил, купил крыло, поставил новое. Все, Феррари готово. А тут ты, блин. Не, ну в целом тачка кайф, как я и думал. В Москве в принципе можно ездить. Она собирает грязь, думаю, больше, чем новая Семерка. Те электрены есть? Да, есть. Мы встречали. Ну, установили качественно. Перешили. Покрасили. Я сейчас только обратил внимание, что тут стоит абсолютно новый климат. Просто офигеть. Как ты уложилась в этот бюджет? Это... Ну, я скажу так. Мерседесовский V12 едет интересней. Я не продавил в кикдаун. Интересней ты имеешь в виду подинамичнее? Да, подинамичнее. Ты, короче, что-то с подвеской или с коробкой, не понимаю. Она прямо едет, короче, как-то плохо. Тебе она, как, знаешь, как будто дорога неровная. Я вчера весь день каталась. И любое малейшее добежание или, там, пинание я почувствовала. Нет, ну, вот я сейчас еду. Вот она такая, типа... Сейчас, вот, чувствуешь? Как будто колеса что-то, ну, вот. А колеса вообще балансировали? Должны были, да. На жесткую ее везет? На левую ее везет жестко. Да, я вижу, вижу. Но это я вчера замесила. Это вообще не 2,8. Абсолютно. Она ощущается по-другому. Она едет по-другому. Она вот вообще... Она вообще другая. Круто. Просто, блин, я тебя бесконечно респектую. Это очень классный проект. Просто. Чтобы ты выбрал, эту машину или лям рублей наличными? Конечно, эту машину. Можно было даже не сказать. Ты меня бы спросила, ты выбрал бы эту машину или 3 миллиона наличными? Я бы сказал эту машину. 5 миллионов. Тут бы я подумал, но, скорее всего, склонился бы к машине. Просто, ну, я вижу ее состояние. Я знаю, чего это стоит. А вот это что, как делают люди? Это покрасили, да? Аквапринт или что-то? Это не совсем аквапринт. Это какая-то новая технология. Я ее сама смотрела, как они делают. И она точь-точь одна к одному копия дерева. Ну, то есть это не дерево. Нет, я понимаю, как. Я думал аквапринт, но выглядит лучше. Очень давно я не испытывал такого волнения при управлении автомобилем. То есть, ну, вот прям я еду и я прям переживаю. Ну, короче, круто. На самом деле, спасибо большое за... Слышь, какая музыка заиграла? Спасибо вам большое за такой экспириенс. Мне очень понравилось. Это очень круто, правда. Вадим, спасибо тебе за твою экспертизу. Мне очень приятно. Спасибо тебе, что ты это сделала. А вам, ребят, я хочу сказать экспертное мнение. Эта тачка точно достойна того, чтобы вы ее выиграли. Участвуйте в розыгрыше. Это круто. Хорошо сказал. Это круто. Все, ребят, а мы перемещаемся на следующую локацию. А теперь про механику розыгрыша. Принять участие в розыгрыше можно до 31 октября, до полуночи по московскому времени. 1 ноября все уникальные коды, которые были вам присвоены, выгрузятся в общую пронумерованную таблицу. Если вы купили 50 кусочков кожи, соответственно, у вас будет 50 уникальных кодов и 50 позиций в таблице. Математически ваши шансы забрать BMW увеличиваются в 50 раз. Что происходит 1 ноября? В воле судьбы и рандомайзером чисел я выбираю 10 претендентов из таблицы, которые примут участие в дальнейшей битве за машину или же деньги. В течение трех дней мы привезем всех участников в Москву за наш счет, если они не отсюда. И они пройдут 9 отборочных этапов, в последнем из которых решится судьба BMW или же 1 миллиона рублей. Все мероприятие займет один день. И важно подчеркнуть, что все испытания пассивны любому человеку. Это проверка на смекалку, память, скорость реакции, отвагу и так далее. Ссылка на участие будет внизу. Да пребудет удача с вами. Ребята, привет! И сегодня у меня в эфире 140-й, рубль 40, кабан, Mercedes S-класс W140 500. И вы скажете, блин, зачем ты его обозреваешь? Камон, ну как бы уже 2023 год на дворе, и вот только кто не обозревал там, каждый второй человек. Ладно, не будем считать Академика и Михеева и Павлова каждым вторым человеком. Но мастодонты Ютуба так или иначе делали уже на него обзор. Я не хочу быть исключением в этом случае, но у меня есть прерогатива, потому что эта машина, она уникальна. Уникальна вот по этому числу. Стой, давай, ну интригу. Удалось навести нормально? Ну сейчас, если я открою, она должна засветиться. Понял? Я открываю. Вы прикиньте, 15 тысяч пробега оригинального, не какого-то скрученного, левацкого. 15 тысяч оригинального пробега. И более того, вы заметили, что машина леворульная. Правильно говорю? Ну лево, лево. Правой пишу, левую налево смотрю. Леворульная машина, но в ней есть японский иероглиф. А это значит, что машина была сделана на японский рынок, но она леворульная. А вот это вот, что за каламбур такой, вы узнаете совсем скоро. А сейчас тизерочек. Ангелин, это вообще адекватно, что мы снимаем обзор на Кабан в обзоре на Е38? Да, это очень хороший вопрос. И ребятам я объясню. Мы вообще, делая сиквел про Е38, я думала, что, блин, так будет круто погрузиться в вайп 90-х. Я знаю, что многие ребята, которые меня смотрят, тоже ностальгируют по этому времени, потому что она была какое-то такое ламповое, такое большедушное. Эта декада была целая эпоха, начиненная какими-то событиями, которые теперь подчеркиваются в фильмах. И надо отдать должное. Эта машина, она также олицетворяется с 90-ми и также олицетворяет с 90-ми, как и наша дорогая Е38. И было бы классно взять и в видосе про Е38 и сравнить эти две машины, потому что они примерно одного класса. И посмотреть, в чем кто-то лидирует, в чем кто-то отстает. Начнем с того, почему эта тачка имеет левое положение руля, хотя она с японского рынка. Я вот с этой новостью вообще прозрела. Прикиньте, в Японии считается, что если ты ездишь на леворульной тачке представительского класса, то ты считаешься на уровень выше тех, кто ездит на правом руле. Конкретно на этой машине ездил Якудзо, то есть японская мафия. Скорее всего, именно поэтому она проехала так мало километров. За 27 лет машина проехала 15 тысяч километров. Короче, по 500 километров в год получается, по 700. Плюс-минус. Я не математик, простите мне мои очень скудные вычисления. Как, кстати, проверить то, что тачка имеет оригинальный пробег? Просто посмотрите на состояние салона. Салон реально как будто выехал только с конвейера. Даже плашка Mercedes-Benz на пороге, она в идеальнейшем состоянии. Я даже присматриваюсь на хром и понимаю, что он тоже в идеальном состоянии. И это просто невероятно. Я хочу петь о до этой машине. Это очень красивая, законсервированная работа. И спасибо просто таким людям, которые оставляют машины в таком состоянии. Стоимость этой тачки в 98 году была 128 тысяч долларов. Надо учитывать тот факт, что тогда доллар был 6 рублей. Можно дружно поплакать в комментариях. И типа выходила на русские деньги где-то типа 800 тысяч рублей. 800 тысяч рублей за S-класс. Я офигеваю в качество кожи. Качество кожи просто идеально. Все потому, что машину хранили, видимо, в музее. По-другому это не описать. ЛКП тоже идеально. ЛКП не полировали, ничего с этим не делали. Даже если мы посмотрим на хром, который обычно вот здесь вот очень быстро покрывается царапинами. Потому что вы хватаетесь за ручку и открываете ее. Хром даже без царапин. Это, кстати, версия у нас каратыш, то есть она не лонговая. Здесь мы садимся и чуть-чуть упираемся в переднее сидение. Но, блин, как кайфово тут сидеть. Ходит еще слух, что главный дизайнер этой машины, он проектировал ее так, чтобы человек с любым ростом мог сесть в кабана и чувствовать себя комфортно. Что интересно, все владельцы кабанчиков еще восторгались, какая крутая шумоизоляция в этой машине. А все потому, что здесь был двойной стеклопакет. Пекинь. То есть это не броня, хотя очень похоже по звуку на очень такую тонкую бронь. Смотри, вот здесь даже видно клей. Видишь? Такая прослойка. Такой слоеный пирожочек получается у нас. Ой, как хорошо. Ой, как здесь кондей хорошо работает. Пипец. Здесь нету парковочных радаров, но именно на этой тачке Мерседес ввел такое понятие, как парктроник. То есть только на Мерседесах с 94-го года, начиная с С-класса, идут парктроники, парковочные радары, которые изобрел сам Мерседес, за что ему большое спасибо. На Е38 они очень мне пригодились. Буду называть их там не парктрониками, а парковочными радарами, чтобы не мешать одно с другим. Это не самая топ-версия. 5 литров V8 разгоняется до сотки за 7 секунд, что неплохо для такой махины. Вы только гляньте на эти умилительные маленькие дворнички, которые трут ему глазки, чтобы он мог нормально светить на дорогу. Это так мило. Здесь огромный люк. Я бы даже сказала панорама, потому что он гигантских размеров. Он намного больше, чем в Е38. И это, конечно, радует. И работает он без нареканий. А давай-ка посмотрим, какой у него багажник. Багажник открывается с кнопки в салоне, либо же вот способом таким же, как и на Е38. Говорят, что багажник здесь меньше, чем в Skoda Octavia. Багажник тут и реально маленький. Меньше, чем в Е38. По каким причинам не понимаю. Наверное, потому что сама машина более компактная, и заднее сиденье нужно было как-то выдвинуть назад, чтобы получить нормальное место для ног. Ты можешь положить сюда либо труб, либо клюшки для гольфа. Шучу. Только труб. Если открывается багажник с кнопки, то закрывается он вручную. У нас, между прочим, закрывается с кнопки. Не всегда, правда, но закрывается. И, как оказалось, 5 литров. В8 еще не предел. Немцы хотели выпускать S-класс с двигателем V16 объемом 8 литров. Но тачка осталась в тестах и не вышла в серийное производство, потому что тогда уже поняли, что она не увенчается особым успехом. И многие зеленые люди начали бить в колокола, говорить, что чуваки, не, не вариант. Еще один интересный факт. Эта машина спасла жизнь Шеварнадзе. Это тот самый премьер-министр Грузии, которого подорвали из гранатомета. Он пока ехал в этой машине. Но, слава богу, все остались целы и живы. Машина пострадала, но броня спасла жизнь этого прекрасного человека. Я хочу вам показать эту консоль. Она очень красивая. Я в детстве, когда видела вот такие вот маленькие телевизоры в машине, я настолько восторгалась ими. Расскажу вам маленькую историю. Меня папа забирал из школы. Это будет 2008 год. И когда мы увидели, как он приехал на Крутаке, и у него сзади были сидушки, короче, с этими, с мониторами, я думаю, папа, ты что ограбил типа М-Видео? Почему у тебя сидушки с мониторами? Я реально не могла понять, что в машине может стоять телевизор. Там еще был дисковод, и ты мог любой, короче, этот диск засунуть и смотреть вообще любой мультик, когда ты едешь. Это было что-то вообще внеземное. Это был космос. И когда я вижу вот этот маленький мониторчик тут, это настолько офигительно, это настолько потрясно. Ты нажимаешь на TV, и у тебя реально играет, проигрывается какая-то программа на России. Один по ходу, как будто, знаешь, программа реально вот из 98-го года. Вот ничего не поменялось. Здесь куча кнопок. Сразу так не разберешься, что к чему. Можно взять трубочку, можно положить трубочку. Радио, TV, телефон, кондиционер, навигатор. Навигатор, как у нас выглядит, интересно? Реально все на японском, ты так и глянь. Как будто мы не в России. Тут у нас прикуриватель и место, куда можно сложить сигаретки, которые мы покурили. Что у нас тут? О, сюда можно положить все, что угодно. От руки вашего должника до его паспорта. А также мы здесь видим кассетницу. Можно запихивать кассетки и смотреть все, что тебе угодно. Да ладно! А, еще глянь. Оп! Маленький бардачок для пультика. И если мы сделаем вот так, у нас включится камера заднего вида. Но это новодел, этого не было. Но камера стоит как влета и очень круто. В принципе, все, что я хочу сказать насчет этой машины, я надеюсь, что она вас как-то вдохновила, погрузила в 90-е годы. Когда было модно ходить в мариновых пиджаках. Я не знаю, напишите в комментах, что модно было в 90-е. Просто для меня 90-е, это как-то джинсы реально клеш носить было модно. Вот так вот. Давай, кстати, чуть-чуть газонем, послушаем, а? Мне нравится, как они трясутся, когда потрясываются, когда ты начинаешь тапочку в пол давить. Звук более приятный, чем на Е38. Он такой более благородный. В этой машине я познала покой. Говорю, как бабка 90 лет. Ладно, короче, объясняю, когда ты в этой тачке, ты как будто в слоумо свою жизнь проживаешь, но чуть-чуть джазу даешь, и этот 5.4 V12 несет тебя куда надо. Там либо на кофеманию, на кутузе, либо дом на рубле. Такая плавная, такая нет. Так, стоп. Ты ничего не хочешь сказать? Ну, люди ждут. Чего ждут? Правды. Сила в правде. Какой правды? Вот это. На. Аааа, точно, ребята, такое дело. 70 пунктов. 70 головников на бедную голову автомеханика. Сейчас пойдем по списку. Все было исправлено. До атома этой машины. Теперь этот автомобиль абсолютно здоров и может выпорхнуть из гнезда. БГТ исправили все болячки. Ну, как бы красавчики, да? Я, конечно, могу пройтись по всем пунктам, но это, скорее всего, займет то же время, что и сам проект. Поэтому покажу только основное. Первое. Это у нас запотевшая противотуманка. Теперь она не запотевшая. И красивая. Потом, едем дальше. Работает спидометр. Чистая приборочка. Работает электропривод. Ну и, конечно, гордость любого владельца Е38 это ломающаяся спинка. Я тебя прошу, ломай меня полностью. Сейчас будет великолепное соло-электропривод багажника. Никакой магии. Срабатывает. Тут у нас петли все живые. Оп. Раз. Оп. Два. На третью закрываем. Весь пластик тоже в идеальном состоянии. Короче, блин, что я распинаюсь? Машина теперь, вот поверьте мне на слово теперь, машина реально вот задрочена до идеального состояния. И я горжусь этой работой. Черт бы я побрал. Блин, какие они мягкие. Ты только глянь на эти вот резиночки. Да, столько сил ушло на эту красотку. Но какое счастье, что теперь она в поистине идеальном состоянии. Хоть в музей отправляй. На самом деле, скажу вам по секрету, я уже сбила со счета, сколько финансов конкретно в нее вложено. Могу сказать одно, очень-очень много. Но чисто между нами мы проконсультировались с автоэкспертом на тему того, какая реальная рыночная цена этой легенды в нынешнем идеальном состоянии. И для тех, кому реально интересно, я разместила объявление на Дроме, где указана ее точная стоимость. Кстати говоря, это очень полезная информация для тех, кто участвует в розыгрыше. Скоро узнаете почему. А если вдруг победитель захочет продать Е38, я буду рекомендовать размещать объявление на Дроме. В таком случае я буду на 100% спокойно за свою кровиночку. Так что, киндеры, скачивайте Дром и бегите искать объявление вот с этими параметрами. Люди, которые занимаются сейчас восстановлением своих олдскульных автомобилей, знайте, что вы герои с бездонным терпением. И, девушки, вам на заметку. Если вы пришли на свидание, спросите сходу у парня, есть ли у него владение янгтаймер. И если есть, то его нужно отрывать с ногами, потому что терпение у него вагон и вагонеточка. Друзья, мы находимся сейчас в гараже с мифическими существами. Это единороговый, которого просто нет уже, понимаете, редкость большая в мире. Сзади меня находится М5Е39, Е38 каратыш рестовая, и BMW X5Е53 кузов рестовый. Суммарный пробег этих машин 150 тысяч километров. У одной машины вообще пробег 400 километров. Я не про тысячи, я про вот ровно 400. Эту машину мы уже видели в моем ролике, но не так близко. Мы ее сегодня поподробнее разберем. Но главный у нас экспонат на сегодняшний день – это Е38, в которую вложили непомеренно денег. Мне даже стыдно называть эту сумму. Но сейчас я в кадр приглашаю Влада, владеца этих машин. И он даст нам небольшое интервью, что он делал с машинами, почему вообще взялся, почему именно BMW, да? И как обстоят дела на данный момент. Ребят, Влад хочет сохранять анонимность, поэтому в кадре он будет со спины. Надеюсь, вы простите и поймете меня. И его. Ну, конечно, такую машину, блин, отреставрировали. Сколько поклонников теперь будет. Скажите, пожалуйста, вот с чего началась ваша история любви к BMW? Вот с этой 38-й. Вы ее купили первой? Да, я ее купил достаточно дорого, поверху рынка на тот момент. Долго ей радовался, но потом решил, что она должна быть лучше. Началось с каких-то мелочей, и пошло, и поехало. Мы ее разобрали на молекулы, и потом собрали обратно. Здесь пробег 400 километров – это именно тот километраж, который вы сами накатали с момента полной реставрации? Да, абсолютно верно. Потому что машина прошла полную реконструкцию, включая капитальный ремонт двигателя. А купили вы ее на отметке сколько было километров? Порядка 270 тысяч. Я человек, который тоже восстановил Е38-ю, и вы даже уже посмотрели ее. Да, я знаю. Сказали, что в целом с теми деньгами, которые я вложила в нее, она очень хороша. Хороша, хороша. Когда вы покупали эту машину, вы предполагали, что эта сумма залетит в нее? Или думали, что обойдетесь меньшими жертвами? Не, на самом деле я рассчитывал на то, что я купил заранее дорогую машину, в которую вкладывать практически не нужно будет. А на сколько она вам обошлась? Я ее купил за 2 миллиона изначально. За 2 миллиона? 270 тысяч? Пробег – это не многовато ли? Ну, вот на моей страничке в той запрещенной сети можно увидеть ее фотографии в самом начале. Она выглядела достаточно хорошо. Но и на самом деле, когда мы ее разобрали, она выглядела хорошо и снизу, и внутри. Поэтому, наверное, это был больше каприз вернуть ее в завод. Но вы купили ее за 2 миллиона и вложили еще в течение, сколько? Два года, по-моему, вы ее восстанавливали? Два года, да. Вложили какую сумму? Я вам потом скажу. Хорошо. Но эта сумма точно больше 5 миллионов. Больше, чем вы назвали в два раза. Ладно, вернемся обратно к теме. То есть вы не ожидали, что столько будет вложено в нее? Ну, конечно, да. Потому что, во-первых, я попал в сложное время, когда ее разобрал. У нас начались определенные события, все запчасти подорожали. Большой дефицит, и не только новых, но и бручных запчастей, понятно. Потому что если бы я ее собирал из новых запчастей, наверное, это бы еще там заняло года 3, как минимум. Поэтому мы сделали некий баланс между новыми запчастями, те, которые были доступны в наличии, между тем, что в ней было, и между тем, что мы там, естественно, брали на каких-то разборах и так далее. Понятно. То есть какие-то детали все равно вы заказывали из-за бугра, и их ждать пришлось очень долго. Да, вот, например, вот эти диски, комплект, он был сформирован из двух комплектов. Я заказывал из Японии. Когда они пришли, мы из 8 выбрали 4 лучших. Купили новую резину Michelin, поставили. Что-то на богатом. Да, остальное продали. Что касаемо этой машины, BMW M5, почему она стоит в вашем гараже? Ну, вообще, это уникальный по-своему автомобиль. Вообще, их было выпущено там порядка 21 тысячи на весь мир. Живых осталось единицы, а с пробегом в 60 тысяч километров, ну, наверное, мне кажется, ну, тоже там по пальцам сосчитать. Поэтому за этим автомобилем я ездил сам лично в Астану. Сам его смотрел, понимал, что меня еще ждет с ним там определенный фронт работ, но меня это не пугало, потому что уже опыт был с 38-й. Соответственно, я его там купил, привез в Москву, и потихонечку им занимаюсь. Но вы так не выезжаете на них прям каждый день? Ну, летом, допустим, вы выезжали? Большую часть лета я провел в 53-м, когда уже 38-й была готова, и мы ее испытывали. Почему я проехал на ней 400 километров? Потому что мы выявляли недостатки, которые вылазили. А их вылазило, и вылазит очень много. Это знакомая тема, да? Да. Поэтому на M5 я не успел покататься, я снял несколько роликов для соцсети. Не успел на нее даже повесить номера, поэтому буду это делать все весной и в следующем году. Понятно. А вот я понимаю, что Е38-я – это очень редкая, это еще более редкая машина. А почему Е53? Е53 мне очень нравилось, когда я был очень маленьким. Я всегда мечтал иметь в гараже эту машину. Я бы хотела уже перейти к просмотру именно этой машины, посмотреть ее внутрянку, потому что я одним глазком залезла в салон, и первое, на что я обратила внимание – это запах. Запах у меня в машине, вы тоже обратили внимание, он все равно присутствует. Именно вот этих вот… Это вот именно запах старых машин. А в вашей машине такого запаха вообще нет. Ну, потому что, когда мы ее разбирали, все, что давал этот запах, я собрал и выкинул в контейнер с мусором. Все, что можно было заменить, мы заменили, вплоть до деталей, которые создают шумоизоляцию салона. Поэтому запах присутствует, но не в таком объеме, как в вашем автомобиле. Пойдемте посмотрим. Пожалуйста. Мы приехали на дрифт-площадку, чтобы поддержать моего друга Шамиля, и он заодно покатает меня на своей бэхе. Это что, В-16, 8 литров? Да, В-16, пугайчик широкий. Это наша водителька готова на телеках. Вот мы как-то в народе знаем. Я представляю вам Шаму. Вы его видели много раз в моем доме. Шаму, привет. Сейчас мы будем кататься, ты мне будешь катать на этой бэхе, и тут мне показывают основу дрифта. Чувак ездит, между прочим, с Тереграциевым, и у тебя своя боевая единица есть. Расскажи про нее. Правочка, с Царем мы катали просто в СДЧ вместе, он на своей Сильвии, а я на бэхе, но по сути он там был судьей. Хочу сразу еще подметить один важный нюанс и аспект, то, что у меня один из самых слабых в дрифте. Тут парни ездят, кто на 700 сил, а кто на 500. По поводу спека. BMW E36, мотор M50 B25, 170 сил с завода. Тут чеченский чип, который якобы раскрывает обратно ее 190 заводских сил, как мы были на M50 B25. Это ТУ-шный мотор, более типа современный, алюминиевый блок, не чугунный, как раньше. Покупаешь автомобиль за 200 тысяч с мотором 2.5, убитый, отжатый, начинаешь тренироваться, через год у тебя уже хороший скат, и можешь, как я, ехать в СДЧ, в Сочи Древчеллендж, даже проходить квалификацию, а именно 2 из 4. Есть куча уже проверенных вариантов, и не нужно через забор прыгать, пытаться что-то новое изобрести. Есть вот готовые спеки, они рабочие. Такой автомобиль в целом на ковшах, на подвеске можно до 500 тысяч построить. У тебя боевая тренировочная тачка, с которой ты ударил за бетон, и тебе не жалко потом выехать еще раз. Если вы хотите, чтобы Ангелина пришла в Дрифт, я ее обучу. Ребята, с вас комментарии, лайки. Сколько стоило вообще? До 500 тысяч или сколько? Ну, если взять в сухом виде, без оклейки, без понтов лишних, то да, где-то 500 тысяч. А если со всеми понтами, в таком виде, чтобы построить из обычной 36-ой, который ты купил за 200, нужно еще скинуть 1800-миллион. Тут пленка с дизайном около 320 тысяч, тут диски за 250 тысяч, веса убился, кстати, ковка. Ты понимала? Вот на М8 диски покупают за 300к, вот это такие же диски, еще с алмазной проточкой, это настоящая ковка. Стиль в 80% этой тачке, да? Ну, тут диски стоят дороже в автомобиле. Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня у нас кошачий патруль. Все, мы отправляемся в путешествие. Крася моя белая рубашка будет черная, как я догадалась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не знаю, видно на это, на видео или нет, но... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, сейчас будет some interesting facts об этой машине. Во-первых, это у нас BMW Karatish 740, в черном цвете, в M-спорте. Ее отличает как раз-таки наличие дисков M-формата. И контурные сидения, конечно же, сломающиеся спинкой. Потом, вы здесь можете заметить дистроник, всего 800 машин шло вот с этим активным круиз-контролем. Это большая редкость, тем более, ребят, нулевые годы. Как определить, насколько заморочился человек в восстановлении автомобиля? Посмотреть на изоленту и понять, что изолента подобрана по паспорту, и она глянцевая. В то время как на этой M5 она должна быть матовой. У нас гидроподвеска, которая... Объясню, как она работает. Когда пассажиры садятся на задний ряд, у вас обычная машина, она как бы приседает. А тут она настолько предугадывает все. Там есть датчик, который определяет высоту положения задних амортизаторов, и она ее выравнивает. И более того, когда у вас опять машина загружается, она чувствует положение свое привычное, и она также выравнивает, стабилизирует свет. То есть свет у вас обычно вот так прыгает, когда кто-то залезает в машину, а тут она все стабилизирует, знаете, как в рекламе с курицей, да-да-да. Такая полная стабилизация. Очень круто, очень продуманно. Просто поймите, что это начало нулевых, конец 90-х годов. Знаете, я подошла к этой машине, подняла капот и думаю, блин, какая красивая крышка двигателя, почему у меня ее нет? Потом я понимаю, что у меня это V12, а тут V8. И сколько она по паспорту лошадей умеет? Не помните? 286. 286. У меня 326, то есть это на 50 лошадей больше. Ничего себе. А здесь мы видим как раз-таки на стаканах стоят датчики EDC, а этот бачок для гидроподвески. И еще одна фишка этой машины, у нее раздельный климат-контроль, что тоже большая редкость для таких датчиков. И да, ребят, чтобы следить за дальнейшей жизнью этой машины, обязательно подписывайтесь на Влада в одной небезызвестной социальной сети. Там все будет об этой машине. Я думаю, об этой тоже что-нибудь будет. Скоро будет, да. Но про эту машину там можно ретроспективно посмотреть основные виды работы. Сейчас будет АСМР звука Е38. Ой. Так, ну что, заводим? Она работает громче, чем наша Е38. Ну нету звука, блин. Есть звук чуть-чуть, да есть. Нет, звук имеется. Но когда наша работает, мне было даже один разок было ощущение, что она просто, она была заведена. И я такая думаю, блин, она же не заведена. И пытаюсь ее еще раз завести, потом понимая, что нет, она все-таки заведена. Это вот было здание. Дорогие зрители, леди и джентльмены, мы приехали на очень важное мероприятие. Мы сейчас будем проводить замер скорости нашей Ольги Семеновны. Это очень для меня значительное, знаковое, значимое. Какое-то, короче, для меня это важное событие. В прошлый раз, когда мы замеряли на ее убитом движке, было 280 лошадиных сил. Я напомню, сейчас я планирую выжить из нее где-то 326 лошадиных сил, как по заводу и должно быть. Посмотрим, на что хватит ее движка. Все-таки это мероприятие, оно сложное для тачки. У нас в прошлый раз что-то сгорело в машине, когда мы ее мерили. Но посмотрим. Короче, пальчики вот так. Держим у экранов и молимся, мете, со мной. Ну, а мы заезжаем. Лошадилы и силы, а это кручащий момент. 450, не покажем. Я ей в моменте, безусловно, я скажу. Ребят, все, она останется со мной. Сколько ставишь? 307. Я ставлю 300, 320 я ставлю. На что спорим? На мишу. Что такое? Я включаю мануал. Да. А она не переходит в мануал. Вот это поворот. Как это понимать? Я не знаю. Мы, кстати, на мануалке не ехали. То есть у нас нет механики. Хорошо, что не было. Ставлю лайк. Минус лайк. Не надо говорить снова, что я расстроена. Мне кажется, по моему лицу это и так видно. Ну да, я хотела узнать, сколько лошадей, и по итогу мы ничего не узнаем. 2000 лет назад. Делаем ставки. Сколько лошадиных сил будет, как думаешь? Я думаю по заводику 326. Я ставлю 318. Пусть будет. На твою зарплату. Нет, Господи, пожалуйста, нет! Нет! А если выиграть, то до удвоения. Какой ты жук. Давай, родная, давай! Вот те показатели, которые у нас были 17 октября. То есть мы улучшили на 30 с лишним лошадиных сил. Ее показатели. Это он, ну, not bad. Ставка, что она не 320 с лишним есть. 326 едет? Ты только 67 выпил, кстати. Ты был выезжен. А только то, что было, а только что стало. 319 метров было, а сейчас 353. Да. 298 и 266, и на самом деле 37 лошадиных сил с прибавкой. Для такой машины мне кажется, что очень хорошо. Ну, отдадим на суд экспертам в комментариях. Да, ладно, ладно. Самая главная победа у нас заключается в том, что ничего не перегорело. И не прогорело. Следующий кандидат у нас на обзор. Та самая тачка из бумера второго. У нас прям тут какая-то перспектива из первого бумера, второго бумера. Третий бумер будем снимать. Давайте. Это у нас 4.4, рестовый Е53. Тут состояние тоже идеальное. Пробег 78 тысяч километров. Так, тут уже, кстати, запах приятный таких нулевых годов. Такой объемный звук. Такая, я не знаю, это не кожа, это пластик. Он такой интересной фактурой. Я ни разу в BMW не видела такую фактуру пластика. Она какая-то аллигаторная, что ли. Руль. Ну, чуть-чуть глянется у нас тут. Узнаваемая вот эта вот уже система. До сих пор, кстати, вот в бэхе X5M, который 2015 года, на котором я езжу, там абсолютно такой же форм-фактор приключения света. Охренеть. Я надеюсь, вы получили истинное наслаждение от этого звука. Где же вы еще его услышите? У нас даже сигналка сработала, походу. Я хочу очень посмотреть, что у него там прячется под капотом. У него такой утопленный движок. Вау. И плита очень такого цвета прям. Я не видела ни разу такой цвет. Вы только обратите внимание на сочетание цвета кузова и цвета салона. Это нереальный спек. И еще, тем более, вот это вот блокированное дерево. Очень красивое. Многие скажут, типа, блин, был бы он черный, по понятным причинам, было бы круче. Но я считаю, что вот такой цвет, он очень индивидуальный и неповторимый. А еще многие умники сейчас напишут, а почему тут дорестовые тапки? Ну, а вот потому что владелец захотел и поставил. Потому что все тапки, которые шли изначально, они были очень маленького диаметра. А тут, видите, разноширокие 20-го диаметра. Зацените. Сейчас просто все реально будем водрочивать. Такие, да, Ангелина, спасибо за этот выпуск. Я надеюсь, что вы уже лайк поставили. Еще разочек напомню вам про то, что вы прямо сейчас можете узнать реальную рыночную стоимость нашей E38 на Дроме. Поэтому прямо сейчас переходите по ссылочке в описании, качайте Дром и ищите объявление. Ну и, разумеется, пользуйтесь этим крутым приложением для поиска и продажи авто. Дром покажет тысячи авто, Дром проверит, Дром найдет. Я никогда бы не подумала, что скажу это, но с восстановлением этой машины я почувствовала себя настоящим человеком 90-х. А все потому, что запчасти на эту машину оказались в таком же хитро завернутом доступе, как и 25 лет назад. Пока я ждала поршневые кольца на этого коня, я успела состариться на аж три месяца. Ну что, дорогие друзья, товарищи, мы приехали снова в гаражи, но теперь мы у пункта реанимации. А почему? Сейчас я вам расскажу. Моя история с Е38 это нескончаемый поток каких-то действий, направленных на улучшение этой машины. И это ящик Пандоры, который никогда не закончится и дна его не видно. Я думаю, что по количеству НИВ здесь вы поняли, у кого мы в гостях, а именно у Леши. Что он делал сейчас с машиной, вы узнаете. И вы будете ошеломлены, потому что еще месяц назад я не думала, что это станет какой-то проблемой. Но сейчас я выяснила, что это реально назревшая проблема, которую надо срочно исправлять, потому что совсем скоро машина будет уже у победителя. И нам нужно, чтобы она была беспрекословна. Комар носа не точит. Комар носа не обточит. Короче, она будет плюс реп, плюс вайб и не в тильте. Чего, блин? Открываем, давай. А вы застрелили мой лучок-то? Мой лучок, а? Как бы лучок, лучок. Открываем. Сразу так не поймешь, что мне изменилось. Но она как будто начала тише работать, да? Леша, привет. Давно не виделись. Привет. Расскажи, что ты делал на этот раз с машиной. Я перебрал двигатель, который именно от этого автомобиля. И по документам, и с завода. Потому что у него есть оригинальный номер, чтобы поставить машину на учет. Мотор откапиталили. Поменяли поршневые кольца, чтобы была лучшая компрессия. И привели в порядок двигатель. И восстановили его туда. И какие-то были нарекания по поводу сложности всего процесса? Сложность у меня была большая в том, что мое драгоценное время, его как всегда, мало было. Ремарочку сделаю. Леша работал даже по ночам. В свои выходные дни тоже работал. И еще и брал отгул с работы за свой счет, чтобы сделать эту машину как можно быстрее. Давай еще раз, я тебе пожму руку. А так все стоит. Все на своих местах. Все идеально работает. Хорошо, что когда все стоит. Что мы имеем по итогу? У нас сейчас вся частота под оком есть. Да. И также улучшен результат в скорости, в наборе мощности и так далее. Конечно, естественно. Спасибо тебе, Леша, за то, что ты принял участие в этом квесте, в этом челлендже. Я обещал помочь. 24 часа меняю двигатель на Е38. Я не буду давать контакты, Леша. Sorry. Это наш человек. Ну что, в принципе, все, наверное. Сейчас будут красивые прокатки того, как у нас выглядит подкапоточка, чтобы вы имели полное представление, какая там красота творится. Давай кулачок. Пам. Блин, прям хорошо валит. И тормоз тоже нормально отдает. Помел что-то? Я чувствую, что поменялось. Я надеюсь, что это не плацебо, по-моему. Чувствуется, что она стала более резвой. И она прям вбуривается в асфальт. Прыгает. Прыгает хорошо, короче. Мне интересно замерить 0,100 с драги и поставить ее снова на диностенд. Но это можно будет сделать только после обкатки хотя бы тысячи километров. Надо будет так. Покататься немного по мкаду. Ну и что, ребят, на вкусный десерт мы оставляем М5 Е39 2001 года выпуска. В ней 60 тысяч километров пробега. Это BMW Individual. И немножечко характеристик я вам вкину, чтобы вы понимали, насколько моторчик у нее внушительных габаритов и по весу, и по самому объему. 4,9 литра, 400 лошадей. Разгон до сотни за 5,3 секунды. Насколько я помню, кстати, в моей Е60 было 5 литров. Тут сразу вот маркировочка BMW Individual. И что у нас здесь такого индивидуального? Сейчас я вам расскажу. Во-первых, очень редкие BBS двухсуставные диски. Мы не знаем, сколько они сейчас стоят. Наверное, как крыло самолета. Потому что их сейчас практически не найти. Потом еще из интересных фактов. Эта машина раньше была в Хаммон обвесе, причем оригинальном, который вышел прямо с мануфактуры Хаммон в Германии. И тому свидетельство педальки. Видите, там написано Хаммон. Пока мы можем лицезреть их здесь, но Влад скоро сделает все в сток, поэтому good bye. Еще можно здесь заметить двухцветный салон, тоже оригинальный. Посмотрите на качество кожи, которая прошла 60 тысяч километров. Она просто неубиваемая. Это какая-то слоновья кожа, она же кожа мамонта. И у нас торпеда вся тоже в коже. А сзади на полке алькантара. Но если алькантара на полке, это еще окей. В это еще можно поверить. Но куда алькантара в багажнике? Как это вообще? Это что? Это как? Это невероятно. Вот это алькантара, ребята. Здесь, конечно, дисковод. Еще что интересно, это оригинальные сабы M-Audio, которые уже шли в этих машинах. И вы просто посмотрите на эти куличи там. Влад сказал, что это оригинал. И очень интересно, как они звучат. А самое главное, что в этой машине прямоток. Зачем этому автомобилю премиальная музыка, если можно услышать вот эту? Пороги тоже в идеальном состоянии. С учетом того, что вы даже особую руку не прикладывали к этой машине. Она приехала у нас из Астаны, из Казахстана. Респект большой владельцу, если он смотрит это видео. Дай бог вам здоровья и побольше эмок в вашей жизни. И что еще интересно, у этой машины уже был хамон-обвес. Вот здесь стоял спойлер. То есть на крыше. Вот здесь когда-то стоял спойлер. Ну, в общем, все, что есть в хамон-обвесе, здесь было. Потом это было все успешно снято. Этой машинке было очень тяжело в Астане жить. Там резко континентальный климат, и ей, конечно, в таком климате не очень жить. И вот тут количество скол свидетельствует о том, что песка там тоже было много. Я сейчас буду сидеть в истории. И мало того, что сидеть, так давайте еще и джазу. Посмотрим, как у нее саксофон. Очень громкая машина. У меня появилась маленькая затея. Я хочу показать эту машину моему отцу. Я, в принципе, не показываю свою семью в блоге. Но вот папе очень хочу показать эту тачку и посмотреть на его реакцию. Чтобы вы увидели его реакцию. Потому что в свое время, в 90-х годах, он был счастливым обладателем М3Е30. Это была единственная, первая и последняя BMW в его жизни. Но он наслышан о том, сколько я восстанавливаю эту машину. Как она для меня важна и дорога. И поэтому я хочу показать ему это творение. Прям как из 90-х, да, пап? Да, не точно. Что-то так хорошенько. Пожало хорошенько. У меня даже телефончик на месте. А, телефончик даже. Да, да. Работает? Да, да. Ну что, оценочка, пап? А диски, посмотри, какие? Ну, диски такие, да. Они, это, оригинал такой. Классика такая жанра. И резина вот такая вот. Да. Какая оценка, пап? Ну, шутка. 10 из 10. Сколько ей лет-то? Да. Что-то больше, скажем, в таком месте не сохранилась она. Но она не сохранилась-то, я ее год реставрировала. Это же та самая. Ну, я имею в виду, что все равно сделать ее, что она не была совсем-совсем ушатной. Все равно, если была ушатной, никогда ее не... Как корыту не ремонтируй, BMW не станет, ты про это? Влад, а вот скажите, если бы вы сейчас увидели эту машину в том состоянии, в котором она есть сейчас, и вам бы сказали ту цену, себестоимость ее ремонта, ну, восстановления, вы бы взяли и в моменте бы эту сумму отдали за нее? Сто процентов. Сто процентов? Да. Не три с половиной миллиона, там, не четыре. Отдал бы. Вы бы купили ее? Если бы я видел, что с ней делали в процессе реставрации, я бы отдал полную сумму, которую мне вложили. Но я думаю, желающих продать машину за такую стоимость вряд ли будет, потому что это свое время, это старание, это нервы. И я думаю, что вряд ли будут продавать такую машину за себестоимость. А если бы вы ее продавали, то вы бы начислили еще сверху какие-нибудь моральные капитаны? Когда мне задают этот вопрос, я говорю, что душа не продается. Правильно, это была проверка на состояние души. Влад, спасибо большое, что вы провели экскурсию по своим мифическим единорогам. Это большая редкость, и для меня это большая честь, что вы согласились и вышли просто в выходной свой день, чтобы показать эти машины. И я сейчас задам один вопрос. Важно. Только вы по-честному ответите. Хорошо. BMW или Mercedes? Зиккер. Спасибо большое. Ребят, а в свою очередь я хочу сказать вам, надеюсь, что вам понравился этот спецэпизод. Мы очень долго на нем работали. Тем более Влад восстанавливал свою машину два года, чтобы вы могли у лица зреть это. И это реально достойно того, чтобы поставить лайк. Ставьте лайк, они бесплатные, а мне приятно. Ну и моим гостям тоже.